В мире около 50 миллионов человек, страдающих эпилепсией, и только 30% из них получают полное медикаментозное лечение. Разрушающие организм приступы сдерживают противосудорожные препараты. Но что делать, когда на лекарства денег нет, а принимать их нужно постоянно? Историю продолжат наши корреспонденты. Ольга приехала в аптеку Краматорска из неподконтрольного Донецка за лекарствами, без которых ее дочь не может жить. У меня в руках это три месяца спокойной жизни без приступов и без больниц, соответственно. Потому что каждый приступ у нее тяжело, она не дышит, синеет, это скорая, а потом реанимация, а потом уже неврология. Она показывает домашнее видео. Пол комнаты оборудовано под спортзал. Постоянные занятия помогают пятилетней Тассе справиться с нарушением координации. Даже когда маленькая была, ножки слабые были, она себя руками и зубами поднимала из манежа. Она хваталась за перила и вставала. Малышке было 10 месяцев, когда в медкарте появилась запись микроцефалия, патология развития головного мозга. Сложнее смириться с тем, что большинство проблем это на всю жизнь. Ольга рассказывает, что бывает, если таблетки не принять вовремя. Каждый приступ отбрасывает ребенка в развитие. Вот каждый вот такой приступ. Она в это время плохо очень дышит, синеет, страдает мозг. Поддерживающая терапия, драгостоящая. С первых дней военного конфликта на Донбассе семье помогал гуманитарный штаб Рината Ахметова продуктами и лекарствами. Я дома с ребенком. Муж не работает, деньги не платятся. Все было в таком замершем состоянии, никто ничего не получал. Мы на этих продуктах очень хорошо хотя бы перебиться могли. С огромной благодарностью, с такой благодарностью. А потом я узнала, что есть программа именно по деткам. В рамках программы штаба «Лекарства детям» помощь получили почти 1300 тяжелобольных детей Донбасса. За время работы проекта «Лекарства детям» было выдано около 4000 наборов медикаментов. Они предназначены для тяжелобольных детей, проживающих на неподконтрольной территории, а также для детей из семей переселенцев. Жизненно необходимые препараты, противосудорожные и противоосматические, выдаются на три месяца вперед в аптеках Бахмута, Краматорска и Мариуполя. Хотела бы поблагодарить особо Рината Леонидовича за помощь, за то, что не оставляет нас. Таисии предстоит курс лечения в больнице, позже в реабилитационном центре Днепропетровской области. И все это время родители могут не опасаться новых приступов. Юлия Меншакирова, Мария Сергеева. Для телеканала «Донбасс». Субтитры создавал DimaTorzok